Продолжение следует... А почему именно эти слова вы им адресуете? Потому что... Ну, начнем вот с чего. Значит, во всем, как бы, во всех армиях людей, которые провели компанию, полководцев, которые провели компанию и проиграли ее, да, над ними назначается военный суд. Вот. И только у нас они избираются для того, чтобы провести с таким же успехом новую компанию. Это первое. Во-вторых, значит, люди, подобные проститутке Собчак, подобные господину Пархоменко, я не знаю, всей этой публике, которые никогда реально никакой, значит, оппозиционной деятельностью не занимались. Вот. Которые всплыли вдруг ни с того, ни с сего. Которые увели, значит, протест из русла реального гражданского неповиновения в какие-то непонятные гуляния с шариками. А и которые теперь учат, как жить, и которые после того, как все это окончилось побоищем в ловушке, которая была организована на острове со всех сторон, перекрытым при их, как бы, участии, окончилось побоищем в ловушке, окончилось посадками. Вот. Они теперь еще учат, как нам тут, понимаете, быть, как нам жить, как нам развивать протест и так далее. Ведь они просто садиться не хотят, наверное. А не все же такие, как вы, бесстрашные. Понимаете, ну, как бы, либо ты делаешь дело, либо ты сидишь в сторонке. Тут, как бы, значит, нельзя, как бы, если десертир убегает от того, что он не хочет умирать, это не оправдание, понимаете, да, для него. Вот. Значит, второе. Они не могут выдвинуть ни одного, значит, яркого лозунга. Они не могут, наконец, объяснить, за что они борются, ради чего они валят Путина, да. Вот. Потому что они открыли, понимаете, они открыли, вдруг, Навальный объяснил, что, оказывается, выборы нечестные, и оказывается, у нас коррупция. Кто бы мог подумать, да Навального, что у нас коррупция. Ну, вот Навальный объяснил. Коррупция, карусели, дайте нам честные выборы. Вот эти вот люди, вот всем, значит, которые тут идут, им скажете, что им что нужно для счастья? Честные выборы? Нет, им не честные выборы нужны. Им нужно, чтобы благодаря, как бы, чтобы их голос был услышан, чтобы они могли управлять страной, значит, свою, вершить судьбу своей страны. А для того, чтобы вершить своей страны, значит, они могли вершить судьбу своей страны, нужно не, значит, подсчитывать, как бы, правильно бюллетени на организованных Путиным и Чуровым выборах. Вот, нужно сместить Путина и Чурова, нужно сместить всю систему, всю систему, об этом практически сейчас уже предпочитают не говорить, да? Вот, нужна революция, это, может, для кого-то звучит страшно, но простой народ, простой народ, вот я достаточно пообщался, и вот сейчас, опять же, откуда я, не забывайте, да? А при Координационном совете революция невозможна? Какая революция? Он боится гораздо, революция гораздо больше, чем Путина. Значит, нужны две вещи, да? Нужна четкая направленность на революцию, нужно, опять же, они пытаются создать какой-то контрпарламент, который будет обсуждать какие-то, да. Нам нужен не контрпарламент, нам нужен революционный штаб, нам нужен военно-революционный комитет, это первое. В этом, кстати, об этом сказал первый Лимонов, он совершенно прав. И второе? Во-первых, значит, в смысле тактическом, да, нам именно нужна линия на гражданское неповиновение и в конечном итоге на революцию, на смещение этой власти. Значит, в смысле социально-экономическом, нам нужно уничтожение всей, значит, экономической основы существующего путинского строя. Эта экономическая основа не в 2003 году заложилась, посадка Ходорковского, и не с приходом Путина заложилась. Прежде всего, нам нужно уничтожение олигархата, как явление, как класса. Вот, прежде всего, нам нужен пересмотр итогов приватизации. Прежде всего, нам нужно возвращение, значит, в общественную собственность природных ресурсов, которые достались непонятно кому и непонятно как, непонятно по каким залоговым аукционам. Вот, это первое. Ведь это же большая кровь, пересмотр итогов приватизации. Я не думаю, что кто-то пойдет проливать, какие-то большие массы людей пойдут проливать кровь за Дерипаску, вы понимаете, и за Абрамовича. Ну вот не пойдет никто. Да, вот, значит, и второй политический лозунг, это, значит, смена существующей политической системы, потому что вот эта вот, значит, система, фактически, да, заложенная дедушкой Ельциным, на которую мы так умилялось, фактически она и привела с суперпрезидентской, значит, республикой. И на какую систему? Парламентская республика, но прежде всего лозунг учредительного собрания. Я бы сказал так, лозунг учредительного собрания, лозунг национализации природных ресурсов, лозунг, значит, пересмотра итогов приватизации. И я бы еще, как бы, такой лозунг выдвинул, но он мне, во всяком случае, больше всего по душе. Скорее он, значит, отрицательный идеал урожает, чем положительный, но тем не менее. Ни Путина, ни Ельцина, ни Гитлера, ни Сталина. Продолжение следует...